так ребят полетели меня зовут дмитрий тарасов для тех кто в записи вдруг мало ли не знакомы вот давайте познакомимся дмитрий тарасов художник изобретатель и очень люблю всякие разные вещи которые можно реализовать невидимым элементом в наших картинах я о чувствах именно чувствах об эмоциях и одно из таких как раз и явлений это новогодняя пора предрождественская пора когда чувства и эмоций в пространстве очень много и все это можно переместить на наши сюжеты но прежде чем их переносить уже в разных наших элементах наших на каких-то идейках затейках я предлагаю подготовить наши основы у кого деревянные предметы вдруг есть мало ли вдруг удалось таки найти шары или там ли какие-то трафаретные фигурки либо может какие-то другие объемные элементы у кого просто ребят даже картон даже картон можно использовать очень хорошо и здорово вот и это тоже мы будем с вами использовать широко сейчас я переключусь на камеру вниз вот и начнем нам сейчас нужны будут ножницы если что вот у кого-то еще мало ли вдруг не вырезаны какие-то элементы можно вырезать самые разные фигуры от каких-то многоугольников из которых тоже можно делать очень очень красивые элементы можно сделать круговые формы либо с помощью циркуля либо с помощью круглого какого-то элемента тарелочки или каких-то может быть блюдец блюдца использовать для этой цели тоже можно хорошо вот чтобы сделать разные кружочки некоторые кружочки меня уже вот я сделал кружочке вот просто из картона даже вот упаковочный картон гофрированный его тоже можно использовать чтобы сделать очень красивые декоративные моменты простой картон типографский тоже довольно толстенький такой от него остались обрезки ребят я эти обрезки нарубил вот в такие элементы вот тут кусочки они довольно толстенькие и эти кусочки даже некоторые вот я здесь увидели уже наверное я и даже загрунтовал в единую краску общей красочкой это тоже можно сделать чтобы потом на них на таких маленьких делать какие-то элементы их можно подвешивать можно рассыпать просто как вот такой вариант как сделать из них имитацию даже кристалликов можно запросто что касается грунтовки ребят тоже грунтовка несложная грунтовка может быть сделано как белой краской за самыми знакомые самая популярная грунтовка это белоснежный цвет но это чаще всего для картин если речь идет о росписи каких-то разных элементах росписи то грунтовать можно абсолютно любым цветом абсолютно любой краской во всех этих красках в тюбиках есть акрил и этот акрил является главным связующим элементом чтобы вам сделать эту загрунтовочную поверхность на которой можно хорошо работать вот поэтому я вам предлагаю сейчас любой большой кистью какая у вас есть покрупнее лучше конечно щетинка без воды вода нам не нужно выдавливая прямо на какие-то ваши поверхности маленькие капельки ну где-то горошка полтора-два какой-то краски распределить ее тонким слоем по всей поверхности не добавляя воды чтобы образовалась такая пленочка вот эта пленка нам и нужно можно и разровнять аккуратненько по кругу ну кто кто будет круговые формы использовать если деревянные формы ребята тут конечно надо будет аккуратненько может быть сначала пол шара загрунтовать и положить на какую-нибудь подставочку любого кольца любое какое-то кольцо например что было кольцо и ваш шар находился на чем-то на от чего не укатится и вот например одна полусферка вас окрашена она быстро сохнет буквально минуты три-четыре потом на другую сторону перевернули и на другой стороне и закрасили вот можно причем другой краской вот ну например такая будет грунтовочка вот дальше можно например не вымывая кисть спокойно сделать другой цвет ребят все темные краски кроме желтых охоровых и белых красок они довольно плотные поэтому немножко небольшое количество не повредит абсолютно другой краски даже черная кстати в маленькой дозе даст вам хороший насыщенный фон что потом с ним что-то создать вот я вам пока предлагаю сейчас по вырезать по выкрашивать какие-то фон и будущие наши краешки можно в принципе закрашивать можно не закрашивать ребят можно оставить их пока такими потом покажу что с этим можно сделать так у нас еще кто-то подключается вот можно монотонно закрасить какие-то фрагменты обрезочков если вас интересные обрезочки будут ребят можно их тоже так вот потихонечку все какие-то элементы сделать можно вырезать поинтереснее овалы тоже вот на всякий случай если кто-то овалы будет делать например даже с на маленькой бумажке обычная пища бумажка если ее сложить например пополам еще раз пополам а потом карандашом чиркнуть какую дугу на этом пополаме пополам а пополам а точнее 22 пополам вот такая друга вот просто дуга на сложенной получается 1 2 вдвое сложенный листочек то сделав такую дугу у вас будет овал во все стороны вот овал во все стороны такая хорошая лекалка такая будет аккуратненько ее можно будет потом приложить какой-нибудь картон очки обвести карандашиком и вырезать вам еще один овал сами по себе овалы влияют на любого человека как некая такая успокоительная форма капля овал круг они такие спокойные кристаллики всевозможные уже немножко так слегка это нас слегка будоражит чуть-чуть поэтому есть надо взбудоражиться то кристаллики всевозможные вот эти вот камушки они уже немножко по-другому работают вот и вот теперь я этот овал тоже вырезаю уже перенесенный если а какой-то овал вам очень понравится вы можете размножить сделать поэтому овалу еще там сколько-то таких овальчиков вот акриловые краски довольно такие податливые подвижные очень хорошо сохнут особенно если у вас отопительный сезон уже уже пошел уже начался то в общем-то довольно быстро все будет высыхать в хорошей сухости высыхание происходит очень шостренько я кисточку не отмывал и вот это вот темно-розовая краска с моими остатками синего дали хороший фиолетовый цвет вот такая будет грунтовка тонкий конечно картон немножко отличается от толстого тоже будет хорошо его поначалу немножко выгнет потом это можно будет убрать выгибание противоположную сторону вот такая будет основа вот сколько-то таких я предлагаю вам сделать основ если у вас древесина ребята тоже в древесину вот сейчас вот эта картонка она тоже по структуре гофрированный картон очень похож на древесину сейчас я тоже его в грунтую и некоторые моменты вам покажу здесь еще дополнительно больше движений на деревянных поверхностях я вам предлагаю делать вращательных большой кисточкой как бы немножко вращаясь двигайтесь чтобы как бы втирать эту вашу краску в структуру древесины чтобы всевозможные маленькие поры были закрыты вот и в таком положении у вас будет хорошая пленочка которая будет хорошо держать последующие краски в том числе плюс еще будет хорошая такая вот раз защита от влаги вот движение практически то вот такие спиралевидные немножко даже вот немножко втирающие именно вы как бы втираете немножко полируете как будто бы древесину или шершавый картон если он очень шершав то можно прям такими вращательными вкручивающимися движениями вот чтобы стопроцентно поры были прокрашены самых разных сторон если так образно говорить ребят то здесь такие получаются пористые молекулярные ямки если красить в одном направлении то вы только с одной стороны ямки прикроете и все а с другой стороны пористость может остаться а если вы волчком делать это ваши волоски кисточки опять таки образом это не совсем образно действительно есть такой эффект вот то вы хорошо прокрашиваете со всех сторон а вот потом когда вы уже это на втираете вот потом можно придать какую-то общую текстуру общее какое-то направление всех мазков это уже потом когда вы сделаете втирание полистирола тоже можно такой беленький уже полистирол вот с полистиролом есть одна сложность полистирол ничего не в себя не впитывает и пор у него нету поэтому полистирольные вещи я рекомендую даже не грунтовать они считаете уже загрунтованы у них уже пленка прекрасно держится то что они уже пластмассовые фактически и вот меня по из полистирола только обсыпочный вот этот шарик есть вот он обсыпан уже даже вот этой штучкой но это пластмассовый шарик на него все будет хорошо цепляться если только не будет между мазками вашей краски и шариком отпечатков ваших пальцев вот шершавому это не грозит потому что здесь даже если будут отпечатки пальцев сама шершавость делает хорошее сцепление но если шарик гладкий ребят я рекомендую не побрезговать найти какую-то перчатку хотя бы на одну руку чтобы не было отпечатков ваших пальчиков потому что жир попадая с нашей кожи на гладкую поверхность он дает отслоение акриловых красок впоследствии потом они отслоятся и будет досадно особенно если вы кому-то уже успеете это подарить и у кого-то это вдруг раз и того вот и будет досадно правда досадно что ну надо же отслоилось отслоиться может как раз в при колебании сухости и влажности такой вот камушек тоже один сделаю интересно где толстые картонки я первый раз это сегодня решил загрунтовать что-то глянул на них стало жалко выбрасывать одна картонка у меня вот такой был обрезочек вот тоже здесь я сделал такой тоже эффект ребят если кому-то это интересно с одного края синий цвет с другого края изумрудный два цвета и уже интереснее эффект будет гораздо интереснее вот если грунтовать не в одинарный цвет а именно уже в 2 вот если кому-то это любопытно ребят рекомендую правда очень так неожиданно вот ну этих основ нам желательно чтобы у вас хотя бы было штучек 56 вот тогда как говорится будет не так жалко если что гораздо легче будет что-то создавать ну и первое что я рекомендую ребят это вот какие-то чувства и ощущения связанные с этой порой новогодней рождественской так и назовем практически от 21 числа декабря и до 1 февраля или импера забыл какого там февраля нас год быка начинается по лунному в общем все это новогодняя такая пора так уж случилось что мы немножечко интегрировались с разными культурами практически вот можно вот такой сделать эффект например самый кончик украсить слегонца так совсем слегонца совсем легонечко и другой кончик тоже окрасить а центральную часть не трогать вот такой вот может быть тоже сделать эффект она и для тренировки хорошо для растушевки лишний раз ребят всегда полезно потренировать свою растушевку поэтому смотрите вот такая заготовка тоже пригодится вот ну а способов росписи конечно огромное количество ребят мы с вами поделаем какие-то моменты и декоративные в том числе декоративные пейзажные элементы узорные элементы самые разные потренируем какие-то спецэффекты связаны как раз с превращением предмета в какой-то например но если это овальный предмет то можно его превратить в красивый камень тоже как как разновидность такой росписи так ну сейчас я еще два камушка закрашу вот закрашивать так вот несколько элементов самых разных фигурок наших какая-то из них уже наверно первое будет более сухая чем все остальные в принципе у меня по моему зелененький будут раньше ну да зелененький уже все зелененький уже обсох зелененький готов для работы так сода пока еще не нужно чуть чуть попозже наши заготовленные элементы готовы принимать первые посылки по мере необходимости ребят можно еще каких-нибудь там наделывать фигурочек смело тоже используйте возможности времени используйте красивые овалы можно овала делать очень интересные более того овалы хороши и для пейзажных элементов такой миниатюрной как бы живописи тренироваться с ними очень удобно и композицию можно потренировать так очень весело будет вот особенно вытянутые все овальчики вот эти вот они конечно очень необычные вот такая вот форма овала сделаю себе один такой можем даже не обводить а сразу приложив бумажку по ней и аккуратненько вырезать конечно все эти элементы можно и подвешивать если что но только надо будет закреплять поэтому в принципе закрепление можно сделать либо из двух одинаковых тех же шариков например складывая их вместе друг с другом через клей вот а ниточку любую там с узелком либо с петелькой между ними заклеить чтобы она была заклеена ну проще говоря вот два круга например здесь что-то здесь что-то между ними просто веревочку и заклеить три прищепки использовать чтобы все это плотно сошлось вот периметр потом закрасить можно либо краской либо солью здесь тоже сделал такой ночной вариант для тренировки он тоже хорош можно сделать составные краски из нескольких оттенков если что ребят тоже смотрите уж как вот у кого какая фантазия пойдет можно даже тучком кисточкой можно мазком как вам будет интересно все варианты будут любопытно все пока заготовки я больше делать не буду пришла пора с ними же что-то поделать так ребят как вот и сегодня тоже у нас была одна из встреч сегодня прождественской открытки тоже как вариант один из интересных элементов когда вы представляете кому вы это делаете вот если такой вариант у вас есть есть такая возможность присутствует то я вам предлагаю на каком-то из наших вот сейчас элементов вот все свои чувства все свои мысли все свои ощущения о ком-то вот так вот перенести на этот сюжете который сейчас вот начнем 1 вот так вот обыгрывать что бы здесь ни было вот так заранее даже не знаю что есть будет как говорится на таком неком доверие вот тихонечко будем укладывать здесь всевозможные всевозможные элементы первое что я предлагаю наверное здесь попробовать это использовать опять-таки небольшой кусочек картона для того чтобы сделать маленький трафарет это может быть любая веточка ребят это может быть любой элемент причем кусочек трафарета и картонки может быть даже меньше половины нашей вот этой сверки то есть вот у вас какой-то круг либо это шар либо это круг на круг и нам надо всего лишь в половинку его размера но скандак радиусом как радиус сделать его элемент и какую-то сделать завиточек вот простой завиточек любой абсолютно в любую сторону закрученный маленький какой-нибудь элемент от этого раз . сделать еще один росточек от каждых получившихся еще понемножку по одному хотя бы как бы мы делаем такую небольшую разветвленную конструкцию вот а теперь всем этим элементам сделать небольшую толщину которая кончику вот это кончик начала становится тоньше то есть вот здесь вот будет тоньше и вот здесь будут кончики тоже будут тоньше а все остальное чуть потолще то есть мы как будто бы немножко увеличиваем толщину от кончика до кончика от кончика мы идем тоненько увеличиваем толщину а потом снова и уменьшаем и получается уже какая-то массивная конструкция более плотненькая можно потренироваться как раз вот на этих маленьких хвостик ах вот и у вас уже будет появляться какая-то такая структура какой-то элемент который мы можно использовать как своеобразный прототип так вот того же лекала вот сейчас увеличил толщину немножко вот давайте еще разочек на всякий случай вот ребят может даже очень простой элемент быть например вот такая вот легкая буковка с английская прям растянутой до невозможности вот это вот первая как бы стержневая часть и от нее в стороны раз завиток и в другую сторону где-нибудь два завиток у вас получилось нижний кончик и три верхних вот между каждым кончиком от каждого кончика мы начинаем вести линии утолщая утолщая потом снова сужая здесь получается от кончика до кончика они становятся заостренные а посередке чуть потолще и так вы набиваете толщину ну или еще можно так сказать вы накладываете весомость вашему этому элементу который вы сейчас будете таким образом создавать вот например такая штучка после этого я рекомендую ее вырезать это будет именно лекала и и с помощью этого лекала мы будем делать некоторые элементы росписи но в зацикленном варианте то есть будет небольшой цикл вот и этот цикл можно уже обыграть очень по-разному как линиями так и точками все варианты будут интересные красивые вот я одну лекалку это вырезал вот этот у меня элемент лучше конечно это делать из не очень толстого картона но не из бумаги ребята хотя бы из ватмана потому что лекалку мы будем использовать не раз и не два вот чтобы могли использовать несколько раз повторно вот что с ней можно сделать ну во первых как вариант можно по всему вашему периметру пройти вот так вот веточка за веточкой за веточкой даже если они потом друг на друга как бы так наедут ничего вот и вот я что предлагаю вам используя краску белую давать час на ней потренируемся белый цвет на палитрочку его надо будет довести до сливок средней жирности и нужна будет тонкая кисть какая тонкая кисть лучше конечно второй номер ребят чем первый но если нету второго то возьмите первый просто первый часто надо будет потом макать в эту краску постоянно второй запас больше краски себя набирает поэтому вторая немножко удобнее третий номер конечно еще удобнее но это довольно редкие кисточки довольно бывают так здесь у кого-то есть третий номер со стрием на конце вообще здорово на такая долго играющая вот еще раз напомню сливки надо сделать такой средней жирности процентов 15-20 где-то так в таком диапазоне вот потом после того как вы намешаете такую краску ребят у вас на кисточке будет очень большая каплюша это большая каплюша вам будет мешать делать тонкие линии поэтому я очень рекомендую обо что-нибудь эту каплюшу но сначала палитру обкрутить ее немножко а потом еще и какую-то там обломок картонки слегка заострить вашу кисть чтобы острие было на конце максимальная и потом уже прихватывает острие я вам предлагаю вокруг вот этой вашей веточки аккуратненько не задеваю сильно по обрисовывать ее все элементы даже немножко увеличив размер если что ничего немножко можно вот после этого и убираем вот и еще раз обводим всю эту конструкцию то есть это как бы будет нас такая окантовочная роспись вот первое готово потом эту веточку прикладываем дальше по направлению она у нас идет от края к нашего круга вот краю круга прикладываем кончиками тоже кругу и вторую их не так много поместится сюда в принципе если что можно иногда с помощью карандашик ее прижимать по центру там время придавить чтобы она не шевелилась у вас и повторно немножко хлопать не ребят конечно на объемных игрушках если у кого-то объемные структуры то вот там я рекомендую сначала перенести карандашиком эту основу вот а потом уже ее использовать по карандашу вот даже если вы немножечко слегка где-то там собьетесь немножко сделать ее чуть-чуть иначе ничего даже будет интереснее растительные орнаменты точь-в-точь конечно можно делать это своеобразная безупречность такая даже вот но если сделайте маленький некорректный момент он только будет для растительного орнамента естественнее и даже натуральные второй элемент второй шаг вот третий шаг чтобы тонкие линии ребят получались на всякий случай кроме остроконечной кисточки надо еще не сильно не давить на всякий случай повторюсь может кто-то не так давно кисточку в руках держит поэтому имейте ввиду тонкопись несложный процесс если не давить на кисточку но если вы нажмете на вашу кисточку то конечно тонкопись будет отсутствовать будет очень толстой линии в зависимости от нажима на вашу кисть чем сильнее давите тем тем толще будет линия вот пока что я переношу рисунок то что сейчас делаю можно сказать что это пока разметка это еще не сюжет это еще пока разметка вот ну где-то получается до 5 штучек с половиной наверное будет помещаться вот на этот круг у меня четвертый до 5 с половиной это будет их вот когда как раз когда идет половина уже 5 нужно видно что же будет завершение ребят я немножко смотрите делать такую хитрость я хвостик выношу немножко за пределы чуть-чуть буквально 3 миллиметрика я так вот выношу за пределы моего листочка чуть-чуть подобие фигурки все равно будет видно что она подобно она будет чуть покороче конечно будет чуть покороче но при этом мне удастся практически такого же размера вставить шестую фигурку с таким же выносом немножко и глазу нашему не будет сильно это заметно что там так сильно они прям так чересчур отличаются так немножко подхитрил слегка вот этот все равно будет вот это три хвостика все видны вот здесь я тоже делаю три хвостика слегка тоже выезжаю за пределы вот и таким образом у меня практически получилось не пять с половиной ну а 575 практически получилось их вместить все шесть штучек визуально будет казаться что 6 маленькая хитрость опять же для растительного орнамент это нормально а вот для графического орнамента какого-то это уже будет видно слишком и даже может немножко быть как-то так странно выглядеть поэтому здесь как бы так вот для растительных элементов это естественно вот получилась такая сеточка разметки сейчас я вид обведу та которая была только что насыщение теперь можно же заняться росписью у вас уже есть разметка от которой можно вести начало росписи роспись может быть как внутри этих элементов так немножечко снаружи ребят но внутри можно как раз воссоздать вот те оси по которым мы это выстраивали внутри например чуть-чуть даже вот сделать сделать небольшие такие бороздки уже будет красивая сеточка уже будет эффект какого-то такого растительного элемента для которого характерны линии центральная так только надо будет красочку сделать чуть-чуть пожиже краски подгустевают довольно быстро на палитре ребят поэтому когда будете делать тонкости всякие разные дополнительные лучше еще пол капельки воды добавить на палитру не забыть полетели аккуратненько это внешнее действие а внутреннее действие вот какие-то свои размышления воспоминания ощущения о том кому вы это хотели бы вручить есть такая возможность есть ребят если у вас нет кому это вручить нету пока никого из персон на который можно было бы настроиться но как вариант самый такой простой это собрать все воспоминания ваших новых годов новогодние воспоминания за количество ваших прожитых зим вы прожили сколько-то зим обычно говорим сколько тебе лет вот мы не говорим сколько тебе зим или сколько тебе весен или тебе осеней хотя логично если вы родились зимой то вот пошли ваши первые зимы а количество лет тем кто летом родился логично вполне спрашивать сколько ты лет прожил я прожил сколько-то лет а зим я прожил вот столько-то а весен столько-то но наверное размышления слух поэтому здесь можно тоже вот собрать в информации все ваши зимы все которые у вас были новые годы может быть какие-то детские подростковые вспомните элементы вспомните ощущения которые были когда вы контактировали с елкой вот эти ощущения когда вы к ней близко подходили еще вот когда вы игрушки видели когда вы размещали эти игрушки на елке может быть был период когда все это стало по барабану такой период тоже может быть почему нет тоже его так это почтите воспоминаниями потом снова стало актуально все-таки эмоции есть эмоции ребят чувства есть чувства и они уже хороши тем что они есть вот чем хороши еще такие трафаретики ребят они потихоньку дисциплинируют нашу руку потихоньку я думаю вы уже вот эту веточку потом сможете сделать даже как говорится не глядя на эту веточку даже где-то там их уже закрутить что касается внешних форм внешне можно например сделать элементы каких-то например тех же точечных структур как бы символ зарождающихся семечек зима период как раз констрации семечек это период не цветов в этот период не плодов это именно семечки формируют оболочки семечки формируют иммунитет если брать вот именно такую метафизику зимнего периода причем такую чисто аграрную аналогию аграрная аналогия то зимушка зима как раз испытует семена испытываются семечки на то чтобы они были крепки чтобы они все были мощные чтобы не было никаких ворох хворые все не дозимуют до весны а хорошие семки дорастут до весны и потом будут новые деревья плоды травы и все остальное вот и кстати тоже как элемент ребят можно дальше вот эту веточку запустить еще на сколько-то циклов даже вот интересно троечку например попробую сделать тройную систему еще одну дополнительно тоже это же лекала как будто зимние травы вот такой вот может быть прототип этого образа травы под снегом а там семечки кристаллизуются собирают энергию силу чтоб весной все началось снова так как как раз мне получится 3 ты 3 лестничком таким 2 травка вот это вот поликали конечно лекала мог быть сложная я пока сделал только один элемент лекалы но используя эту идею ребят можно сделать лекал себе хоть 20 штук имени меня их периодически в каких-то последовательностях вы можете делать очень сложные разметки на которых потом не одной красочкой вот так все это делать а уже может быть даже вполне не одной а вот именно цветными вариантами что-то обыгрывать дальше уже по этим сюжетиком и будет тоже очень интересно очень красиво ну и вариантов идей правда очень много очень много и растительное и животное можно сделать трафаретики там не шутки какие-нибудь зайки вот ну а трафаретики позволяют использовать как раз компоновку композиционную чтобы вам легче было сделать начальные вот эти композиции можно потом продлить там сделать завиточки позавито позавито позавиднее как бы уже выходить за пределы этого трафаретика можно использовать внутри более сложную конфигурацию расписную это уже нюансы варианты которые все больше и больше и больше но как элемент ребят вот я хотел вам немножко донести чтобы вы не просто делали так вот моторно трафаретики там какие-то обрисовывали там и всевозможные элементы что чтоб какая-то была история небольшая с мыслями связанная с чувствами связанная желательно конечно и с тем и с тем и с чувствами и с мыслями ментальный поток он силен чувственный поток тоже очень силен в суммарно это конечно хорошее подспорье вот а это тоже семечки которые все ждут весны такой вот будет элемент зимние травы ждущие своего часа вот семечки иммунитетом обрастают становятся крепче и крепче и крепче вот такая будет идея вот этого круга тут конечно можно зависнуть ребята тут можно по выписывать по вырисовывать можно раскрасить красочками можно внутри тут поставить много других семечек которые тоже ждут весны и тоже им хорошо это уже такой нюанс как говорится если полетим тоже не остановимся но у меня есть еще картонки